Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Александр Фирсов. Аренда жилья – самый простой и доступный способ решения квартирного вопроса. Но это также один из самых уязвимых сегментов с точки зрения различных махинаций и мошенничеств. Для того, чтобы найти жилье мечты, можно обратиться либо к риэлторам, либо к онлайн-сервисам в интернете. Однако в обоих случаях квартиросъемщик рискует попасть в руки мошенников и потерять существенную сумму денег. О самых распространенных махинациях и способах обезопасить себя узнаете в нашем следующем сюжете. Конец весны и лета – традиционно самый выгодный период для поиска жилья. Это известно всем, в том числе и мошенникам, которые рады обмануть неопытных и наивных людей. В зоне риска как квартиранты, так и сами собственники. Но чаще всего обману подвергаются именно первые. Стоит помнить, что недвижимость – один из самых выгодных способов вложения капитала и широкое поле деятельности для инвестирования бизнеса. Именно поэтому рынок жилья очень привлекательен для различного рода махинаций. А сделки, купли, продажи всегда связаны с определенными рисками. Мошенничество в отношении того, кто сдает. Здесь всегда было много злоупотреблений. Другой вопрос – мы всегда не дотягиваем до статьи 159. Но я думаю, что все нас слышно, что и наниматель может устроить сюрприз хозяину квартиры. Хозяин квартиры тоже может создать сложности нанимателя. Существует несколько классических схем, которые нужно знать каждому. Одна из первых – фейковое агентство недвижимости. Потенциального арендатора вынуждают заключить договор на оказание информационно-риэлторских услуг, обещая подобрать идеальную квартиру с нужными условиями и очень выгодной ценой. Человек вносит предоплату и получает список телефонов собственников и адресов, по которым жилье либо не сдается, либо сдается, но уже совсем не то, что указано в продемонстрированных ему объявлениях. Деньги в этом случае вернуть не удастся даже через суд. В договоре, как правило, несколько позиций обыгрывается, что вам информация предоставлена. Второе, что вы заплатили за определенные услуги информационные. И третье – это за формирование договора. Классика жанра, когда три позиции, за которые платит человек и, соответственно, лишает своих денег. Одной из распространенных схем является и внесение предоплаты. В интернете выставляют объявления о сдаче квартиры с отличным ремонтом по цене ниже рынка. Однако, позже выясняется, что помещение якобы уже сняли, но есть другие варианты, правда, чуть дороже. В таких случаях, чтобы не упустить очередной хороший вариант, просят нести предоплату на банковскую карту для резервирования квартиры или оперативного просмотра. Но после оплаты выяснялось, что таких квартир просто не существует, либо адреса не настоящие, а деньги, переведенные на расчетный счет, давно сняты и израсходованы. Мошенник всегда заинтересован в том, что его предложение должно быть самым привлекательным. Цель, пока не выявили эту схему, пока не выявили, этого человека заработать на этом объявлении максимум. А излишняя привлекательность, если это объявление, это же некий средний уровень, выгоднее, чем все остальные, я думаю, его проверять нужно с особой чёткостью. Еще один распространенный способ мошенничества – подмена адреса квартиры в договоре найма. Бывают ситуации, когда человек приезжает в квартиру, осматривает ее, подписывает бумаги и вносит оплату, а затем обнаруживается, что в договоре указан другой адрес. Причем по другому адресу квартира может вовсе не сдаваться, либо представлять собой непригодное для проживания помещение или, в лучшем случае, с худшими условиями. В этом случае также очень сложно доказать факт мошенничества, так как квартиросъемщик самостоятельно подписывает договор сложными данными. Если человек не посмотрел договор, опять же, это ошибка, это невнимательность, это чьи-то зономерные действия. Если это зономерные действия, которые приводят к большим потерям, то есть, когда теряются серьезные деньги, здесь мы говорим об уголовном преследовании. И тут, как себя безопасить, ну, первое – читать, читать внимательно, лучше обращаться к специалистам, а второе – если все-таки это случилось, здесь уже, кроме как, уголовное преследование. Мошенниками зачастую выступают и сами собственники. К примеру, они требуют перевести аванс на карту до показа жилья, чтобы убедиться в серьезности намерений будущего квартиранта. Человек думает, что пара тысяч сэкономит ему впоследствии больше денег, но потом не может добиться ни показа квартиры, ни возврата аванса. Причем такой перевод никак не оформляется, поэтому вернуть деньги вряд ли получится. Нередко владельцы жилья предъявляют счет за царапину на антикварном стуле или плохо закрывающейся дверь в одной из комнат, даже если их наличие не было прописано в договоре. В итоге корыстный арендодатель предъявляет нелепые претензии, чтобы выселить съемщика и оставить себе залоговую сумму и арендную плату за месяц, а затем сдать ее новой жертве. Большинство жертв, которые попались на эту уловку, крайне редко обращаются в суд, поэтому чаще всего деньги остаются у собственников без каких бы то ни было оснований. Если есть какие-то сомнения, мне кажется, дешевле будет обращаться к юристу, который посмотрит и скажет, что есть подводные камни. Вот по этому договору ваш контрагент, который вам сдает квартиру, может поступить таким образом, и ему юридически доказать будет что-то сложное. Практика показывает, что доля раскрываемости дел, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости низкая, ведь чаще всего поиск участников мошеннических схем занимает много времени. Сложно и долго приходится доказывать умысел недобросовестности или мошенничества. Установить многих виновных и привлечь их к ответственности не удается, поэтому, по мнению экспертов, важно повышать свою финансовую и юридическую грамотность и быть в курсе о классических и новых схемах мошенничества, чтобы не стать одной из жертв. Ирина Алтухова, Кристина Отекина, Универ Новости. Сравнительно недавно, где-то столетие назад, стало ясно, что на месте преступления скрыто множество полезной информации, которую с помощью науки можно интерпретировать и представить суду. Криминалистика и использование в ходе следственных лабораторных исследований преобразили судебный процесс, а появление в качестве доказательств результатов кинетических экспертиз дало возможность находить неоспоримые улики, раскрывающие преступника. Подробнее о том, как проходит ДНК-идентификация и как она помогает в поиске преступников, узнаете прямо сейчас. Многие из школьного курса биологии слышали, что ДНК – это нечто в форме спирали, в которую закручены две нити. И независимо от отметки в школе на ум сразу приходит слово «ген». ДНК – это молекула, которая содержит генетические инструкции и во многом определяет, как мы выглядим. 99,9% нашего наследственного кода идентичны к коду других людей. Но именно оставшиеся 0,1% выделяют нас, как индивидуумов. Они-то и выявляются благодаря такой процедуре, как ДНК-профилирование или генетический аналог отпечатков пальцев человека. Раньше криминалистов напрямую ассоциировали с дактилоскопией, криминалистической дактилоскопией, отпечатки пальцев. В настоящее время это место занимает, отвоевывает именно генетическая идентификация. ДНК-профиль как то, что является основой в решении целого ряда криминалистических задач. Помимо генетической идентификации, есть судебная генеалогия. В ДНК-профиле направление очень близкое, тоже основывается на ДНК-профиле, но направление поиска более широкое. Речь идет о возможных предках, когда не указывается прямо человек, но указывается некая группа. В ДНК-профиле заключена информация о тех участках генома, которые строго индивидуальны для каждого человека. В процессе развития науки о генах и наследственности генетики и ученые пришли к выводу, что каждый человек имеет в своем геноме участки, которые никогда не встретятся у другого человека и не меняются с возрастом. В России ДНК-профилирование появилось в 1991 году, но поначалу использовалось только ФСБ и Российским федеральным центром судебно-медицинской экспертизы. На демократизацию технологий ушло несколько лет, и уже к 2000-м годам результаты ДНК-тестов стали более точными, быстрыми и доступными, что привело к их широкому использованию. В истории правосудия уже есть прецеденты, когда были выявлены ошибки. Вот когда только-только этот метод сформировался, проводились исследования. Как выяснилось, некоторые требования не соблюдались, то, что сейчас уже есть. Процедура была не до конца отработана. Есть и человеческий фактор, есть и фактор, который мы относим к техническим, технологическим. Но если вся процедура соблюдается полностью, если действительно все сделано так, как предполагает методика проведения молекулярно-генетической экспертизы, то все признают 99,9%. ДНК-профилирование наиболее распространено в криминалистике. Один из часто используемых методов – идентификация личности, когда генетическую информацию можно сравнить с образцами подозреваемых. Также, если произошла несчастная ситуация, в результате которой тело жертвы не может быть идентифицировано, генетический материал может быть использован для установления личности умершего. Нередко при помощи данной методики невиновные люди, которые были ложно обвинены в совершении преступлений, могут быть оправданы. Начало 20-х годов судебная генеалогия позволила установить личности жертв неопознанных, то есть жертв преступлений, опять же с сужением круга, лиц, которые, возможно, имеют отношение к какие-то родственные связи с погибшими. У нас это тоже понемногу практикуется, и тоже в Российской Федерации результаты определенные в этом направлении есть. Еще одно направление, связанное ДНК-профилем, это ДНК-фенотипология. Речь идет о попытках вывести из ДНК-профиля внешность, элементы внешности, физические параметры человека, который оставил свой биологический материал на месте преступления. Это может быть цвет волос, цвет глаз, другие физические параметры, что позволяет, опять же, сузить круг подозреваемых, и прецеденты такие есть. Процесс профилирования ДНК включает в себя шесть основных этапов. Начинается все со сбора образцов от исследуемого лица или с места преступления, образцы которых могут быть взяты из крови, слюны, волос и других биологических материалов. После извлечения получается чистая ДНК, готовая для анализа, на этапе которого происходит сравнение уникальных участков разных образцов. Специалисты ищут так называемые микросателлиты, которые имеют высокую изменчивость и способствуют идентификации индивида. На основе результатов анализа формируется уникальный профиль ДНК исследуемого лица, который впоследствии сравнивается для установления связей. Когда мы говорим о ДНК-профиле, естественно, можно говорить и нужно говорить о биологах, о специалистах в этой области, о специалистах, которые собирают биологические следы, следы биологического происхождения на месте происшествия, и, естественно, работают с ними уже в экспертных учреждениях. Все, что связано с генетической идентификацией, это соответствующее оборудование, это соответствующие реактивы, это очень непростая процедура. Но, во всяком случае, то, что они делают сейчас в интересах расследования, в интересах установления истины по уголовным делам, трудно переоценить. Поэтому мы говорим о связке, следователь, специалист, эксперт, эксперт, который может проводить молекулярно-генетическую экспертизу и другие генетические исследования. Некоторые люди могут сомневаться в достоверности процедуры, однако в науке неизвестны более точные методы, чем генетический тест. Не точной может быть только расшифровка его результатов, достоверность которых зависит от многих факторов, начиная с качества взятых образцов. Генетическая экспертиза очень чувствительна, поэтому необходимо соблюдать чистоту образца с момента забора до момента анализа в лаборатории. Для того, чтобы получить точные и надежные результаты, один и тот же генетический тест исследуют две независимые группы для исключения возможных ошибок по форс-мажорным обстоятельствам. Есть такой термин «смешанный ДНК», когда в одном условно следе может быть несколько ДНК, но это уже вопрос к эксперту. Здесь уже он будет решать эту задачу, насколько она вообще решаема, какие именно процедуры должны здесь быть. Но по сравнению с тем, что было вначале, вспоминаем профессора Джеффриса, и то, что сейчас это действительно очень большой шаг вперед, когда работает с тем, что раньше оказалось невозможным для использования в решении криминалистических задач. В настоящее время ДНК-профилирование широко используется не только в криминалистике, но и в медицине. Там оно применяется для диагностики генетических заболеваний, определения наследственного риска развития различных осложнений, а также для идентификации генетических паттернов, связанных с различными патологиями. ДНК-профиль также используется для установления родственных связей, тестирования отцовства, материнства и родственных отношений. Поэтому экспертиза имеет широкий спектр применений не только в криминалистике, но и за ее пределами, являясь мощным инструментом для многих областей науки. Ирина Алтухова, Кристина Отекина, Универ Новости. В Казани состоялась 82-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан». В составе пятой группы выступили студенты и аспиранты Казанского федерального университета. В этом году традиционный забег был посвящен Году семьи в России. Маршрут эстафета, состоящий из восьми этапов, прошел по улице Кремлевской от главного здания Казанского федерального университета с забегом на территорию Государственного Историко-Архитектурного и Художественного музея-заповедника «Казанский Кремль». По пути бегу номиновали Институт физики, Институт геологии и нефтегазовых технологий и подготовительный факультет. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok